Согласно правилам пользования электрической энергией, отключение таких объектов осуществляется в несколько этапов. Первый этап – это объекты, которые не влияют на технологии подачи воды. Это гаражи, там, админкорпус, админздания, что мы сделали давно уже. Вторая очередь – это станции подкачки, то есть на высоком уровне. И третья очередь – это гидроузлы. В третьей очереди мы дошкодили только один раз несколько лет назад. И туда на несколько минут. В третьей очереди, я надеюсь, у нас к этому не дойдёт. Электричество в главное административное здание Севгур-Водоканала давно подаёт бензиновый генератор. Долг коммунального предприятия перед «Севастополь-Энерго» составил 22 миллиона 79 тысяч гривен без учёта ноябрьского потребления. Я боюсь прогнозировать мои действия. Наши действия по закону должны быть следующие. Мы должны прекратить безоплатный отпуск электрической энергии. Это нормальные действия, согласно договору, всех правовых отношений и так далее. Если же мы не сделаем это, Энергорына, как поставщик электрической энергии оптовой, нам ограничит подачу электроэнергии на город до величины фактической оплаты. Получится такой процесс, что потребитель, который не оплачивает электрической энергии, водоканал её получает, а мы вынуждены будем ограничить, кого? Того, кто платит. Это недопустимое явление и, естественно, неправильное. «Севастополь-Энерго» вынуждена привлекать кредитные ресурсы для расчётов за покупную электроэнергию с государственным предприятием «Энергорынок» до 30 миллионов гривен в год и, соответственно, терпеть убытки по обслуживанию кредитов до 3 миллионов в год. За время существования «Севастополь-Энерго» таких отношений и такой ситуации с водоканалом не было никогда, заявил Миргородский. Коммунальное предприятие должно прекратить процесс наращивания долгов, и тогда можно будет говорить о подписании графика погашения задолженности. В настоящее время коммунальное предприятие «Севгорводоканал» уже приступило к погашению задолженности. В связи с отключением второй очереди объектов водоканала от электроснабжения, предприятием предпринимаются все возможные меры по подвозу воды в районы, снабжающиеся от подкачивающих насосных станций. Подкачивающие насосные станции, такие как Микензевые горы, Дропушка, Стерлецкого, Силаева, Супруна, Маршала Бирюзова, Пирогова, Камышевское шоссе, Ушаковка, Советская балка. После прохождения средств в размере 2,8 миллиона гривен через госказначейство для «Севастополь Энерго» ориентировочно до конца дня 22 ноября, подкачивающие насосные станции будут подключены, и водоснабжение районов будет возобновлено. Деньги до «Севастополь Энерго» уже дошли, а значит, у жителей посёлка Микензиевые горы вечером должна появиться вода. Что касается Чернореченского водохранилища, снабжающего Севастополь, то по заявлению руководства Севгурводоканала, сделанного на аппаратном совещании в понедельник, воды в нём хватит на 61 день. Коммунальное предприятие уже готовит к запуску Днепровский водовод. В каком объёме и будет ли подаваться в город Днепровская вода, пока неизвестно. В настоящее время Севастополь полностью обеспечен водой из Чернореченского водохранилища, заверила прислужба водоканала. Маргарита Пронина, Павел Красиков, Севинформбюро.